Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. У главы общественной палаты Югры подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в официальной группе общественной палаты округа во Вконтакте. Чувствует себя Ирина Максимова хорошо и призывает соблюдать ограничительные меры. Ранее мы сообщали, что на самоизоляцию ушла глава региона Наталья Комарова. У нее также диагностировали коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в округе зафиксировали 195 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. В Сургуте 32 заболевших, в Хантывансийске 30 подтвержденных случаев, в Нижневартовске и Нефтьюганске по 21. В остальных городах и районах меньше 11 заболевших. Коэффициент распространения инфекции на 0,08 выше единицы. Каждый четвертый выпускник кафедры кардиологии Института Сургутского госуниверситета работает в кардиоцентре. В этом году на работу в больницу приняли 8 молодых специалистов. Посвящение в медике по традиции здесь прошло в дни сердца. Для новобранцев в кардиодиспансере оборудовали специальный учебный класс, где можно смоделировать самые сложные ситуации с пациентом на симуляторах. Благодаря помощи депутата областной думы Галины Резяповой, в этом году учебный кабинет пополнился новыми манекенами. Подробности далее. Всегда и всюду людям помогать, и в деле том усталости не знать. Клянусь. Уставать ему вправду будет некогда. Каждый девятый югорчанин, по данным Депздрава, потенциальный пациент кардиоцентра. В дни сердца больница проводила дистанционный кардиоскрининг. К таким консультациям, кстати, подключились и новобранцы. Предварительно их, правда, обучали не только медицинским тонкостям и протоколам, но и правилам общения с пациентами. Очень интересный случай. Это пациентка из города Радужного, женщина 54 года. Позвонила также для дистанционной консультации. Врач заподозрил у нее достаточно, ну, как бы, очень высокий риск. Выявлено у нее было стеноз 80%, но это инсульная артерия слева, что требует срочного стентирования. В случае бы не промедления, возможно, был инсульт. Чтобы определить таких пациентов, безошибочно молодых специалистов, а их в кардиоцентре в этом году 8, обучают не только на словах, но и в деле. Специально для этого здесь оборудуют и дооснащают учебный класс с симуляторами, идентичными человеческому телу. В этом году пополнить кабинет новой техникой помогла депутат областной думы Галина Резяпова. Можно оснастить оборудованием, но иметь проблему с кадрами. Это вот центр, который не имеет проблемы с кадрами. И омоложение кадров, привлечение молодых специалистов, выращивание их, если можно так сказать, мы понимаем, о чем идет речь. То есть взросление мужа, не профессиональное взросление кадров происходит именно здесь. И сегодня здесь, конечно, очень серьезные доктора работают. Ряды кардиоцентра в этом году пополнились молодыми кардиологами и реаниматологом. Пока они работают вместе с наставниками, чтобы набраться опыта. Валерия Секисова – начинающий кардиолог. Сначала училась в Омске, в аспирантуру приехала в мединститут Сургутского госуниверситета. Перебралась в Югру она после практики в кардиоцентре. Говорит, что стать частью этой команды она мечтала с первых курсов. Учат, как действия, например, в неотложных ситуациях. Проще это отработать здесь сейчас на манекине, чем потом в жизни стоять и не знать, что делать. И в то же время есть отдельные станции, которые подразумевают непосредственно работу с пациентом. То есть в работу с симуляцией включены все этапы, в том числе поздороваться, куда попросить присесть, куда поставить вещи. То есть это все вроде бы тонкости, но оно важно. В кардиодиспансере Сургута сегодня трудится почти 250 врачей. 59 из них – кардиологи. Благодаря их работе в Югре стало меньше тяжелых пациентов с сердечными заболеваниями. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Проехали полторы тысячи километров на машине, 25 на квадроцикле по тайге, еще 40 на лодке по реке и 4 километра пешком по болотам. Такое путешествие совершили сотрудники Депинформтехнологии Югры и компании-подрядчика, чтобы обеспечить интернетом сразу две территории традиционного природопользования в Ханты-Мансийском районе. По пути они встречали даже медведя. В итоге спутниковое оборудование появилось на стойбищах Василия Хорова и Виктора Лазямова, где в общей сложности проживают 75 человек. После проведения пуска наладочных работ, каждую точку доступа оборудовали ноутбуками. Главам семей специалисты помогли зарегистрироваться на портале госуслуг и показали, как пользоваться интернет-сервисами. Отмечу, первое IT-стойбище появилось в округе еще два года назад, теперь их уже 25. В Нягоне коммунальщики занялись несвойственным для профессии делом. Вместо ремонта они ликвидируют самовольные постройки, бани, сараи и гаражи. Например, в этом несанкционированном кооперативе полсотни гаражей. Как правило, их используют для хранения всякого хлама. Разрешений на установку конструкции на муниципальной земле никто не выдавал и не получал. Поэтому гаражи должны ликвидировать сами хозяева. Об этом гласят объявления, которые здесь развесили месяц назад. Однако, как показывает практика, всю работу приходится делать муниципальным властям. Гаражи вскрывают в присутствии комиссии, описывают имущество, а потом вывозят на ответственное хранение. Коммунальщики намерены убрать все самовольные сооружения, а на их месте построить что-нибудь полезное. На сегодняшний день у подрядчика в работе 12 строений на вывоз. Это гаражи, которые самовольно установлены. И выявляем хозяев, которые не выявлены, будем вывозить на ответ хранения. На каждое строение приходится 50 тысяч 92 рубля 41 копейка. 20 лет за жестокое убийство маленького ребенка. Накануне суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего нефтьюганца. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, истязании, причинении вреда здоровью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Напомню, трагедия произошла в конце прошлого года. Как установило следствие, пьяный мужчина бросил свою трехлетнюю дочь с высоты поднятой руки на пол, а после нанес около сотни ударов. В результате от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Также установлено, что он неоднократно систематически избивал ребенка, причиняя ей физическую боль и страдания. Кроме того, он применил насилие в отношении своей другой четырехлетней дочери. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы, которую он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Окружная телерадиокомпания «Югра» снимает спектакль Ханты-Мансийского театра «Кукол». Видеоверсию постановки покажут на третьем международном детском фестивале под управлением Сергея Безрукова. Спектакль должны были показать на сцене Губернского театра в Москве. Однако было принято решение провести фестиваль в онлайн-формате. Матч чемпионата России по волейболу между «Газпром-Югрой» и «Нефтяником» из Оренбурга не состоится. Соперник сургутской команды ушел на карантин из-за коронавируса. Судьбу несыгранного поединка решит директорат Всероссийской Федерации волейбола после консультации с клубами. Возможные варианты – перенос игры либо техническое поражение «Нефтяника». В Сургуте пройдет открытый чемпионат округа по греко-римской борьбе среди мужчин. Соревнования стартуют 31 октября. В состязаниях примут участие 60 спортсменов из Сургута, Нижневартовска и Нижневартовского района. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, за сутки американская валюта выросла в цене на 44 копейки. Стоимость одного доллара сегодня составляет 77 рублей 67 копеек. А вот европейская валюта снизилась на 16 копеек по сравнению с вчерашним курсом. За 1 евро сегодня предлагают 91 рубль 21 копейку. У меня на этом все. Напомню, следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта сейчас на ваших экранах. Всего доброго. Увидимся в эфире телеканала Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова